Ну-с, начнем, пожалуй. Всем привет! Меня как всегда зовут Евгений и с вами как всегда канал Бухловед. Сегодня мы опять ударим по гордости американцев. Превратить США в радиоактивный пепел. Сегодня у нас будет на обзоре два бурбона. Один из этих бурбонов мы уже делали обзор. Это Wild Turkey 101. Ссылка будет в описании. А со вторым знакомьтесь. Бурбон Buffalo Trace. Один из популярнейших бурбонов. Любимый американцами, любимый не только американцами, наверное, во всем мире. Завоевавший кучу различных наград. Очень классный, очень интересный бурбон, о котором мы сегодня поговорим чуть-чуть подробнее. И прежде чем перейти к обзору самого бурбона, давайте 5 фактов о компании Buffalo Trace. Первая. У этой компании можно сказать два дня рождения. Первый. Это 1775 год, когда начали производить этот замечательный бурбон. Но подпольно. И второй. 1812 год, когда уже начали производить этот бурбон официально. Основателями компании были братья Ли. Второе. Название. Buffalo Trace. Это переводится как тропа буйволов или переправа буйволов. И ходят слухи, ходят легенды, вернее, что этими тропами, с помощью этих тропов, первые переселенцы, американцы, заселяли Дикий Запад. Третье. В том виде, в котором мы его привычно видим сейчас в торговых сетях, он появился лишь в 1999 году после ребрендинга. Четвертое. Это секрет изготовления этого напитка. И заключается он в том, что у них очень тщательный отбор зерновых культур и кукурузы. Вплоть от визуального осмотра, то есть они осматривают практически каждое зерно, можно сказать. И каждая партия обязательно проходит лабораторные исследования, с помощью которых определяется, насколько это зерно подходит для изготовления бурбона. Пятое. Тоже касается производства. Дело в том, что деревья для изготовления бочек для бурбона выбираются тщательнейшим образом, выбираются специальные деревья, которые возрастом не менее 70-80 лет. Перейдем к визуальному осмотру. Бутылка. Бутылка классическая, среднестатистическая, так скажем, ничего выбивающегося в ней нет. Дно не толстое, продается без подарочной опаковки. Единственное, что убивается, это красивое изображение буйвола Лебизона. Красивая сзади, вернее не сзади, а сверху гравировка на пробке. И сзади российская контр-этикетка. Хотелось бы, конечно, чтобы контр-этикетка была американская, с переводом на русский рядышком наклеены. Это для меня как-то психологически воздействует все-таки. Хотя я понимаю, что это не относится к качеству напитка никоим образом. Так, по поводу виски. Это виски, которые выдержаны 6 лет, крепостью 45 градусов, объем бутылки 750 мг. Так, давайте почитаем, что написано. Зерновой виски Бурбон Буффало Трейс. 6 лет выдержка. Состав зерновые дистилляты, злаковых культур, кукурузы, ящеменя, ржи. Выдержаны 6 лет. Вода питьевая подготовленная. Радует то, что в составе нет сахара, нет кольера, то есть какого-то, или карамели, или сахара жженого, так скажем. Потому что свет, вот такой классный свет, бурбонам дает все-таки вот эта обожженная, хорошо изнутри бочка. Поэтому они достаточно часто не подкрашиваются абсолютно ничем. Это здорово. Так, здесь дальше импортер. Производитель Соединенных Штатов Америки. Изготовитель Баффало Трейс Дистиллери. После вскрытия бутылки хранить при температуре от 5 до 25 градусов. А желательно при температуре от 36,6 внутри. С герметичной пробкой не более одного года. Да, по поводу пробок. Пробки, такая беда, если долго хранить виски, бурбоны, да, в принципе, любые другие крепкие напитки, которые имеют пробочную закрывашку. Дело в том, что пробка ссыхается, со временем может ссыхаться, и, соответственно, это будет очень плохо влиять на напиток. То, что будет испаряться алкоголь, будет уходить все за то, что мы любим эти напитки. Поэтому всегда старайтесь следить за пробкой, если вы собираетесь долго хранить напитки. Если вы собираетесь долго, в принципе, тогда можете не заморачиваться. То есть, собираетесь какой-то у вас там классный весь вискарь, который вы прям любите в минимальных количествах попить и долго собираетесь все хранить. Купите ей специальные закрывашки, которые плотно закрывают. И тогда ваш напиток долго вам прослужит верой и правдой. Так, внешний вид, в принципе, закончили. Давайте, наверное, будем переходить к нашей стадии более любимой. Будем пробовать, нюхать и понимать, что у нас внутри. Ну, а чтобы пробовать, нам было вдвойне вкуснее. Нам понадобится второй напиток и два Гленкерна. И следующий, товарищ, не нуждается в представлении, потому что уже был обзор на канале. Ссылка будет в описании. Это Wild Turkey 101. Отличнейший бурбон, по моему мнению. И по мнению многих людей, которых я знаю. С данным товарищем знакомить вас нет никакого смысла, потому что мы уже делали обзор на этот замечательный бурбон. Ссылка будет в описании. Итак, давайте нальем и попробуем, что у нас будет вкуснее. Итак, вот в правый бокал, в правый Гленкерн мы наливаем нашу замечательную индюшку. Мне очень нравится индюшка. Очень классная и интересная. А во первый бокал, в левый, который слева от меня, мы нальем Buffalo Trace. Так, нам сначала надо вскрыть этот замечательный напиток. Фольгированная такая упаковка, так скажем. Пробковая крышка. В принципе, все как мне нравится. Я люблю и фольгу, и пробку. Мне это нравится. Сверху... Казалось, что когда вот... Это все-таки гравировка просто на фольге. На крышке сама крышка деревянная. А нет, крышка пластиковая. И здесь просто нарисовано Buffalo Trace Distillery. Ну, в принципе, тоже неплохо. Закрыто не сильно плотно. Пробка, по всей видимости, ненатуральная. Пробка резиновая, да. Пластиковая. В общем, пробка ненатуральная. Поэтому она и закрыта не так уж плотно, как хотелось бы. Ну, да ладно. Но хотя мне нравятся, конечно, больше натуральные пробки. Потому что они как-то выглядят более интересно, так скажем. И вот проблема пластиковых пробок, они не пахнут так классно, как пахнут в пробке из натурального дерева. Так, что же, давайте на нос. Итак, начнем, пожалуй, мы с нашего новичка Buffalo Trace. Будет интересно понять, что у нас здесь. Нос Buffalo Trace. Не спиртозный. Сразу бросилась какая-то кислинка, яблоко какого-то. Сладкий. Кленовый сироп. Чуть-чуть ванили, чуть-чуть попкорна такого. Тело достаточно плотное. Да, тело хорошее. Чуть-чуть табака какого-то. Сладость, сладость. Вот и сладость обязательно условил. Такая чуть-чуть лаковость. В принципе, неплохо. Ну, чуть-чуть, конечно, пощипывает нос. Вот если она в глубоком вдохе, пощипывает, да. Но дело в том, что он еще не дышал, не дружил с воздухом. А пусть чуть-чуть постоит, пока мы будем тестировать Wild Turkey 101. Может быть, чуть откроется по-другому. Так, Wild Turkey 101. Ну, это у нас, мы уже делали обзор. Как бы тут, конечно, сахарная вата, попкорн карамельный. Чуть-чуть какая-то легкая перечность, чуть-чуть табака. Ну, и столярочка, лаковость. Она, конечно, везде в бурбонах проглядывается. За счет, конечно, вот этих сильно обожженных бочек. Она, конечно, и молодого дерева, она, конечно, прям явно выползает. Так, и там, и там неплохо. И там, и там... Ну, вот как-то мне даже Buffalo Trace, кажется, чуть-чуть поядче. Вот почему-то, не знаю, мне кажется, как-то... Или вот там какая-то вот такая яблочная кислинка, она сразу выползла. Или вишневая, такая яблочная вишневая какая-то кислинка. Она сразу так выскочила. Это как-то прям так ударило в нос, и это как-то отложилось в воспоминаниях, так скажем. Вот здесь тоже неплохо. И здесь чуть-чуть больше уходит в табачную такую, какой-то табачный лист вот после Buffalo Trace. Да, и там, и там прям вполне себе неплохо. Мне нравится. И там, и там, как все это на нос. Давайте, наверное, теперь попробуем, как это на вкус. Ну, начнем с Buffalo Trace. Ваше здоровье. Хороший, такой сильный, мощный, напористый, плотный. Что у нас во вкусе? Во вкусе кожура яблока, сахар демерара, чуть-чуть какого-то... Такого табачного листа, жженый дуб. Мед какая-то, ну, медовая такая, медово-карамельная какая-то нота. Ну, это вот основное сейчас, основное. Мы сейчас еще раз попробуем, сейчас... Ну, вот основное то, что выползло, это вот такая, да, вот такая тема. Чуть-чуть, конечно, да, дубовая такая тема, прям вот чуть-чуть дальше она на вкусе. Неплохо. Вполне, вполне себе неплохо. Так, давайте попробовать Pure Wild Turkey 101. Здесь, здесь мощнее, конечно, здесь мощнее за счет того, что 50 градусов. И вот эти 5 градусов, наверное, вот в сравнении сильно ощущаются. Он более напористый. Здесь больше такой лаковости, здесь больше такого сладости, вот попкорна, сладости сахарной ваты, какой-то медовой составляющей, такой легкий-легкий лист табака где-то вдалеке, столярка. И при этом он такой, да, он более-более мощный, он более бьет по рецепторам. Но тоже, тоже как бы вполне себе легко пьется в чистом виде. И то, и то, это, да, это мощно так, интенсивно, но это пьется прям замечательно. Не могу ничего сказать. Вкусно и там, и там. Так, давайте еще разочек попробуем Buffalo Trace. Мне очень нравится, что там внутри. Так. Вот еще в нос чуть-чуть, прям чуть-чуть постоял, и уже в нос чуть-чуть поменялся. Уходит какую-то такую легкую соленость, вот я не знаю почему. Возможно, это после Wild Turkey. Да, уходит какую-то легкую-легкую такую рассольность, чуть-чуть такую-то рассольность. И какой-то такой, знаете, свежий фундук, вот где-то, где-то вдалеке, какой-то свежего фундука. Давайте попробуем. Чуть-чуть больше вылезла столярка. Фундучок вылез. И лист табака проглядывается, стал отчетливее. Приятно, очень приятно. И интригует то, что он меняется. Прям он поставил очень-очень недолго, но при этом он меняется. Это здорово, это очень здорово. Я надеюсь, что со временем он еще поменяется, когда он не пройдет аэрация, и он станет какой-то более интересный, возможно, еще. Так, давайте теперь попробуем еще разочек Wild Turkey 101. Да, он, конечно, более такой напористый. Он более горьковатый. Почему-то, мне кажется, после Buffalo Trace здесь больше столярки, выползает больше табачного листа и больше попкорн-новости. Но, в принципе, и то, и то. В принципе, очень-очень неплохо. Очень неплохо. Так, давайте попробуем понять, что у нас по финишу. Buffalo Trace. Он, конечно, послаще после Wild Turkey, он, конечно, послаще. Так, по финишу. Финиш средней длины. Основная тема дубовая, какая-то столярка такая. Ваниль. Чуть-чуть табачного листа и чуть-чуть каких-то таких засахаренных фруктов. В принципе, вполне себе неплохо. Так, давайте попробуем Wild Turkey 101. Wild Turkey по суше. По суше, больше столярки, больше табака. И попкорн. Это вот, наверное, основное. Да, тоже длины плюс-минус одинаковые. И тот, и тот средней длины. Но, вполне себе неплохо. Для бурбонов очень замечательно. По поводу Buffalo Trace я, можно сказать, даже немного удивлен. Давайте перейдем к итогам. Итог по Wild Turkey 101 мы уже делали. Это в обзоре. Ссылка будет в описании, еще раз повторю. А вот по Buffalo Trace мы сделаем итог. Итог какой? Итак, начнем с его цены. Цена в торговых сетях очень-очень часто бывает по акции. Прям очень часто. Он практически, ну, если не каждый месяц, то через месяц в Винлабе он стоит 1400 рублей. Это прекраснейшая цена за такой бурбон. Бурбон, как по мне, очень классный. Очень легко пьется. Очень вкусный. В чистом виде прям годная штука. Не надо ничего туда добавлять. Возможно, если кто-то любит со льдом, можно просто кинуть пару кубиков в льда. И этого абсолютно точно хватит. По цене, его цена, если брать без акции, он стоит там в районе 2800-3000 рублей. В зависимости, в общем, от сети. Это, конечно, дороговато для него. По этой цене, конечно, я бы порекомендовал, возможно, что-то другое взять. Возможно, уже подобрать, может быть, если не бурбон, то какой-нибудь шотландский классный односолдовый виски. Но за 3000 это дорого. За 1400 до 1700 берите, не раздумывайте. Очень любите бурбоны. Очень классный бурбон. И у Wild Turkey как бы классный бурбон. И они вот прям для меня, наверное, стоят на одном такой пьедестале. Потому что на одном месте. Потому что и тот, и тот по-своему классный. Цена у них плюс-минус, в зависимости от сети, может быть рядышком. Но у Wild Turkey 101 по акции бывает не так часто, как у Buffalo Trace. Поэтому, наверное, я бы посоветовал, если бы выбирать между ними двумя, кто-то спросил, какой выбрать. Я бы посоветовал, наверное, на Buffalo Trace. Потому что его проще приобрести по акции. При этом он ничем не уступает у Wild Turkey 101. В общем, и тот, и тот годный, достойный бурбоны. Покупайте, пробуйте. Я думаю, вам понравится. Ну и как всегда, в конце видео хочу, чтобы вы подписались на мой канал. Чтобы обязательно ставили комментарии, какой ваш любимый бурбон. И пробовали ли вы такие бурбоны. Какой из них вам больше понравился. В общем, ставьте лайки, ставьте комментарии. Буду рад вас видеть ровно через неделю на том же самом месте. Drink Responsible. И до новых встреч.